Когда дама хорошо одета, служащие бывают вежливыми. Прекрасно выглядишь. Смотри, не прибей там кого-нибудь. Случайно. Посмотреть спектакль по пьесе «Пощечина» французского романиста Ежена Лабиша смогли жители и гости Петропавловска. Это совместный проект экспериментальной лаборатории развития личности Театр ЛАП и Камчатской краевой научной библиотеки имени Крашенинникова. Постановка началась с небольшого сюрприза. В анонсе мероприятия было сказано, что всех гостей, которые придут на премьеру в Белом, будет ждать подарок. Это оказалось сладкое угощение – маршмеллоу. «Пощечина» Ежена Лабиша – лёгкая и интересная комедия. История вертится вокруг казуса, произошедшего с госпожой Легринар. По случайному стечению обстоятельств она влепила «Пощечину» совершенно невиновному молодому человеку. Гости краевой библиотеки смогли узнать, чем же закончилась эта история. Мастер курса дала мне пьесу «Жен Лабиш» «Пощечина». Я её прочитала и поняла, что это настолько игровая пьеса, настолько актуальная в любые времена. Она такая смешная, там столько всего интересного происходит. Это просто кладезь для любого актёра. Почему? Потому что он может там столько всего придумать, столько всяких фишек. Он просто может выйти, поиграть и понаслаждаться в этой пьесе. Поэтому я не смогла от неё никак отказаться. «Театр Лаб» – это не просто любительская театральная студия. Это настоящая лаборатория развития личности. Её руководитель Екатерина Низова отмечает, что знания, которые даёт «Театр Лаб», связаны не только с актёрским мастерством. Они помогают узнать и понять себя. Лабораторию посещают все, кому интересно театральное искусство. Двери коллектива открыты для всех, кто старше 12 лет. Это то, что идёт со мной по жизни. Театральная жизнь – это моя жизнь. И я решила здесь тоже открыть такую театральную студию. Почему я её назвала именно «Лаборатория»? Вот она называется «Экспериментальная лаборатория развития личности». Не зря. Экспериментальная, потому что мы здесь ставим эксперименты. «Лаборатория», потому что здесь можно какие-то опыты ставить. В смысле, опыты, как можно проживать эту жизнь. Кстати, не только на сцене. Они учатся многому тому, чему можно научить, что им пригодится потом и в жизни. Развитие личности понятно. Они развивают здесь себя. Эта лаборатория мне даёт, в первую очередь, уверенность в своих актёрских умениях. Почему? Потому что мы там тренинги проходим на доверие. Допустим, там есть достаточно много упражнений, которые раскрепощают. И они хорошо помогают в пьесах. Потом у нас есть различные игры тоже, допустим, на запоминания. Вот мне нравится, у нас есть игра, скажем, по типу снежного кома. Когда называешь какой-либо предмет, потом предыдущий предмет, предыдущий предыдущий предмет и тому подобное. Хорошо развивает память. В целом, мне очень нравится. Вот и на премьере пощёчины не обошлось без экспериментов. На сцене звучала живая музыка, стилизация спектакля была выполнена в чёрно-белом стиле. Участие в проекте приняли обычные люди с нулевым уровнем подготовки. А самое главное, что все роли исполнили исключительно девушки. У меня была пьеса, где есть и мужские, и женские роли. Но ко мне в лабораторию ходят сейчас только девочки. Но эта пьеса мне прямо на душу легла, я не могу от неё никак отказаться. И мы всё-таки решили поставить её в женском составе. И ставили мы её буквально месяца полтора. Задумка такая, что мы, как девушки, решили поиграть в комедию. Есть у нас и мужские роли. Вот я художник, у нас есть ещё господин Легринар. Но мы постараемся комедийно, скажем, переграть эти роли. На премьере пощёчины девушки не ставили себе цель поразить зрителей актёрской игрой. Без этого, конечно, никуда, но главным было проверить себя. Наша задача – попробовать себя в актёрском мастерстве, попробовать вжиться в роль, постараться найти в себе уверенность и силы, чтобы выйти и показать это на зрителя. Вот в этом была наша задача. То есть мы не какой-то там суперпрофессиональный театр, мы просто учимся. Для всех актрис, которые были задействованы в постановке, это был дебют, с чем их и поздравила руководитель проекта Екатерина Низова. С дебютом роли Распаджи Димбон Миле. Отметим, что это была не первая постановка театральной лаборатории. В прошлом году коллектив выступал на российской студенческой весне, где занял первое место.